Мужчина, ладно. Мужчин мало на лекции ходит, но давайте с мужчинами немножко. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Не так давно слушаю Ваши лекции. Хочу сказать большое спасибо, они меня спасли. Сейчас у меня достаточно сложный период в жизни, и судьба мне, судьба очень жестко ко мне как-то обходится. В прошлой жизни очень искренне молились Богу о том, чтобы Он дал Вам духовный путь, не забыл Вас в следующей жизни. И пришло время, и Бог будет сейчас делать так, чтобы Вы к Нему начали возвращаться. Он будет Вас отвязывать от всего, и чем больше Вы будете молиться, тем лучше у Вас будут все налаживаться дела. Ну то есть Он просто сейчас Вас возвращает к себе и все. Ну вот у меня сейчас второй брак, буквально в сентябре я женился, и через три месяца мы разъехались, сейчас живем порознь. Ну и какая-то связь между нами теплая, она вообще пропала, и это вводит меня. А до этого четыре года мы встречались и жили очень хорошо, и у нас были очень теплые отношения, и помогали друг другу, и развивались, и все было хорошо. Знаете, чем мужчина от женщины отличается? Мужчины учатся только на ошибках. Женщина может что-то посоветовать, а не слышит. Ну да, жена мне очень много всего советовала, вот, и я не прислушивался к ней, это правда, да, я там допустил очень много ошибок. Я вам советую, я вам говорю, вот все, что вы мне рассказываете, это внешняя часть вашей жизни. А глубокая внутренняя, которую вы не видите, но я вижу, она заключается в том, что сейчас у вас идет период такой, называется жестокая судьба. А жестокая судьба, когда приходит, она ей все равно, будут люди вместе жить или не будут. И для нее очень важно человека поставить на то положение, которого он должен достичь в этой жизни. Положение имеется в виду по отношению к Богу всегда, потому что это единственное, что надо в этой жизни сделать, это приблизиться хотя бы чуть-чуть к Богу. Это единственное действие, которое человек должен сделать. Все остальное, это внешнее, там, работа, жена, дети, для Бога это не важно. И вот сейчас пришло время по судьбе у вас к нему приблизиться. Если вы это сделаете, то у вас все наладится. Да, я это делаю, хожу в храм. Все, вот это самое главное. Вам надо сейчас утвердиться в Боге. Как вы утвердитесь в Боге, у вас в психике станет внутри спокойно, чисто и хорошо. И у вас все будет, как вы хотите в жизни. А как правильно утвердиться в Боге? Ну, я молюсь и посещаю храм. Все, что я знаю об этом, я вам расскажу сегодня. Хорошо. О жестокой судьбе я тоже поговорю с вами. Но вы должны понять сейчас, все, что вы сейчас мне рассказываете, это внешние вещи. Да, я понимаю. Они, просто вы же видите, что идет беспредел в вашей жизни. Что вот все, что вы хотите сейчас, все это рушится. Ну, да, прям разрушается на глазах все, что было. Вот. Причина — это воля Бога. Господь хочет, чтобы вы к Нему устремили свой взор сейчас. И чтобы вы искренне оперлись только на Него. И тогда, когда вы это сделаете, вы вернете себе тот уровень духовного развития, который был у вас в прошлой жизни. Вы когда до Него дойдете, хотя бы сравняетесь с тем, что было. С этого момента Он вам подарит ту жизнь, которую вы хотите. Потому что цель человеческой жизни — это приближение к Богу. И приходит время, называется «жестокая судьба», которую мы воспринимаем как жестокая судьба. На самом деле, это единственное время, которое имеет смысл в нашей жизни. Потому что всю жизнь мы хотим наслаждаться жизнью. Мы не хотим развиваться. Ну, или хотим очень мало. Вот. Но когда приходит жестокая судьба, это самое милостивое время. Потому что в это время Бог имеет право, вот в это время Бог имеет право не давать нам ничего, что нам хочется. Пока мы не сделаем то, что надо. Вот это время сейчас у вас идет. У вас на это есть еще полтора года. То есть жестокая судьба полтора года еще будет. И вот за эти полтора года, если вы не сдадите экзамен, то Бог уже не будет вас мучить. Просто даст вам возможность жить как хотите. Но это вот ваши уже проблемы. А если вы сдадите, то тогда жизнь будет лучше, чем была. А как понять, сдал ее, не сдал? Сердце появится, сила, легкость, спокойствие. И на фоне вот того, что все рушится, вам будет хорошо. Вы будете чувствовать поддержку от Бога. И вы будете опираться на Него. Сейчас вы опираетесь на свой разум, на свои силы внутренние. Как все мужчины это делают. Когда вы на Него будете опираться, то все начнет сразу меняться. Он сразу вам дать знать об этом. У вас все начнет налаживаться сразу быстро. Вы же видите, что сейчас какая-то непреодолимая сила вмешивается во все. И какой-то беспредел идет. Вы же это видите? Да, очень четко. Ну вот это от Него приветик. Потому что Он же непобедимый, всесильный, всемогущий. И если Он хочет, чтобы вы обратили к Нему свою зору, Он все равно этого добьется. Или если не добьется, то тогда не будете жить как хотите. Будете жить хуже. Потому что милость Бога тогда не будет рядом с вами существовать. Но это же не значит, что для того, чтобы прийти к Богу, не нужно быть оголтелым фанатиком и уходить прямо в религиозность. А это вообще ни от кого не требуется. Потому что Бог хочет, чтобы люди жили своей жизнью и молились Ему. Он не хочет, чтобы вся земля в монастырь ушла. Кто тогда будет пахать землю, работать? Монахи же чем-то питаются, кто будет производить продукты. Не только монахи преданы Богу. Я вот не монах, допустим. У меня жена есть, я езжу лекции, читаю. Все средства, которые появляются, я направляю на духовную жизнь, на служение Богу. Можно и не монахам служить Богу, жить для Него. Спасибо. В Ведах говорится, что человек, который искренне служит Богу не в монастыре, а работает, ценится гораздо выше, чем монах. Потому что монаху очень легко заниматься духовной практикой. Ему ничего не мешает. Он окружен духовными людьми. У него столько возможностей. Но человек, который еще зарабатывает себе на жизнь и содержит семью, детей, и при этом еще прилагает усилия для духовной жизни, ценится выше. Все по справедливости. Да, я понимаю. Спасибо. У Бога нет планов вас в монастырь забрать. Он знает ваше сердце. Он прямо там находится. Если бы он не знал, он бы мне не показывал. Вы хотите добрых отношений, семьи такой доброй. Хотите, чтобы была гармония. Я вижу это. Потому что он мне показывает, что человек такой. Это означает, что вы не хотите отречения. И у вас это все будет в жизни. Но когда вы приблизитесь к тому, что... Вот попытайтесь понять, мои дорогие друзья. Вот вы, допустим, сейчас для чего-то живете, так сильно требуете вот это все. Это все же пройдет. Вот вы уйдете из этой земли, из этой жизни. И все это останется позади. Это значит, что если вы при этом не приближаетесь к Богу, то значит, что вся жизнь прошла зря. И чтобы она зря не прошла, Бог создает такие этапы, которые называются жестокая судьба. Нам кажется, что она жестокая. Но на самом деле это самая милостивая судьба. И в эти этапы Бог не позволяет нам баловаться конфетками. Он просто добивается своей цели. Делает так, чтобы мы развились. А потом, когда мы сделали вот этот шаг и достиг своей цели, когда он нас приводит к тому знаменателю, чтобы наша жизнь прошла не зря, он нам дает возможность расслабиться и жить дальше своей жизнью. Вот жестокая судьба приходит, когда она все равно будет тебя корежить с целью того, что ты развивался. Все. Больше нет другой цели никакой. Для вашего же блага. А потом, как конфетки. Я ваше желание все понимаю. Я понимаю, потому что Бог не скрывает от меня. По Его милости Он мне открывает, потому что я искренне хочу вам помочь. Он открывает мне ваши желания. Я знаю их. Бог знает еще лучше. Но я вон так же, я знаю еще и другое, что Он вам не даст это все сейчас выполнить. А можно вопрос в отношениях у меня полтора года, ну, они сохранятся полтора года? Ну, если вы сдадите экзамены, сохранятся. Если нет, не сохранятся. Человека от вас не отняли. Он с вами. Вы же видите это, что вы вместе. Но наслаждаться не дает этими отношениями. Совершенно. Потому что не положено. Спасибо. В учебной части солдат на обед приходит, смотрит у деда два кусочка масла, а у него ни одного. Он говорит, а почему, прапорщику говорит, а почему мне не положено, не положили масло? Он говорит, что, масло не положено в тарелке? Нет. Не положено, не ешь. Полгода прошло, короче, полгода, смотрит, у него два кусочка ушки. Говорит, а что у меня два кусочка положили? Положено два кусочка у тебя в тарелке, да? Положено, ешь. Еще не сделаешь законы, понимаете? Не положено, не ешь. Положено, ешь. Все. Понятно? Мы с вами все решили? Классно, я очень рад. Так, мои хорошие, у нас что-то по времени-то уже. Ой, и времени совсем много. Все, давайте лекцию теперь. Рад вас всех видеть. Сегодня такая чудесная пробежка у нас была. Господь очень милостив. Кажется, экстремальная температура минус 23, это уже предел возможности кожи. Когда минус 24, уже она начинает обветриваться или страдать во время бега. Это уже рискованная пробежка такая, особенно опасно ветер. Я поэтому, если когда ветер, ветер увидел, что нет, я так обрадовался, что кожа сохранится, морда лица будет нормальная. Но я готов даже, у меня все равно, вот пятнышко, видите, появилось красненькое. Это у меня еще с Самары мы пробежали при минус 26 на ветру, и у меня тут это вот на щечках и вот здесь на подбородке появились такие отметины. Вот. Ну, а сейчас одна отметина опять как бы... Ну, я не жалею, потому что столько чистоты, столько радости я получил отношений вот с людьми, которые мы бежали. Я видел их желание развиваться во время вот этих усилий, которые они прилагали. Чистота выходит из сердца у человека, когда он преодолевает такие аскезы тяжелые. Хорошо бегать, наверное, когда солнышко светит, а тут нормальненько, мороз. Мы как Дед Мороз, у кого борода, она вся была белая, у меня белые были брови, ресницы, вот. Пот весь тоже превращается в снег. У тебя такая... Такая интересная ситуация жизненная. И мы бежим. Всем желаем счастья. Радуемся людям. Кто из вас был поднятен? Вот, мои хорошие. Понравилось вам? Очень, да. Классно же, да, так вот. Спасибо. Олег Геннадьевич, а по ушах Олег Геннадьевич. Да, молодцы такие. В этот раз, сколько со мной, прямо дошла до финиша, человек 8, наверное, да? 5? 5 человек. А сколько начало? Человек 8-9. Ну, кто постарше, те отвалились. Кто помоложе, те отвалились. В общей команде почти 2 десятка. Да, да, да. Ну, понимаете, вы поймите такую вещь, что не важно, человек добежал, там, бежал со мной. Важно, что он попал в эту атмосферу. Когда человек попадает в атмосферу, он этого никогда уже не забудет. Будет стремиться к этому. У него в сердце останется желание так жить. Это как правильно инъекция такая введена в сердце, и человек дальше уже все начинает так жить. Если бы еще прорубь была, тогда еще было бы круче. Но там прорубь была без оборудованного помещения, и это очень опасно. Ну, то есть люди должны сразу в тепло идти после купания, если они не закаленные, не тренированные. Поэтому, тем более при такой сильной минусе, поэтому я не стал рисковать уже здоровью. Я хотел сегодня поговорить с вами о... Ну, вот то, что я вчера говорил, никто не отменял. Без этих вот практик вы не сможете нормально жить, потому что это фундамент. Жизни вообще, фундамент. Мы живем в теле. Если бы мы ангелами были, тогда там другая ситуация. Там уже грубое тело не имеет такой плотности. То есть оно... Ангелы могут летать, как птицы у них, ему легко. Вот. Но у нас вот тело есть такое. И для того, чтобы его поддерживать, нужно очень много психической энергии. Реально много. Чтобы нормально оно жило. И причем, знаете, Бог так милостиво его сделал, это тело. Такое оно такое милостивое. Вот если есть энергия, любую болезнь оно вылечит само. Никаких лекарств не надо. Ничего. Вот просто вот эти практики делайте. Через 8 месяцев, когда вы из штопора выйдете, потому что примерно 8-9 месяцев нужно в среднем человеку, чтобы психические блоки убрать, наполниться общей энергией воды, воздуха и солнца, в целом 8 месяцев где-то. Вот эти практики, это все будет наполняться, наполняться, наполняться. И через 8 месяцев дальше тело начинает лечить все подряд. То есть ему только энергию дай, оно с удовольствием лечится всегда. Оно все восстанавливает и омолаживает постоянно. Только энергию давай, все восстанавливает сразу же. Оно никогда не запускает ситуацию. То есть там Господь в теле действует всегда очень разумно. Именно Господь там действует, не кто-то другой. Потому что наше тело регулируется самим Богом. В сердце есть душа, есть сверхдуша. Сверхдуша это Господь в сердце. У каждого один и тот же Господь. Он распространяет себя на всех живых существ, не только людей, а также животных, деревья. То есть Он обладает таким могуществом. И Он поддерживает эту жизнь всю. А мы просто хотим жить. Вот я хочу поднять руку, и мне Он позволяет. Если я наказан, то у меня рука парализована и не позволяет. Я хочу и не могу поднять. Такое тоже может быть. Если бы я управлял рукой, я бы всегда ее поднимал. Но если я не могу поднять, значит, я не управляю. Кто-то другой контролирует ситуацию. И Он контролирует ее совершенным образом. Надо знать законы жизни тела. Тело должно жить по правилам. Первое правило. Вовремя вставать, вовремя ложиться спать. Солнце, Луна регулируют жизнь. Если человек после шести встает, у него нарушаются энергии, движения энергии. У него сразу перегрев наступает и испаряется энергия воды в организме. Он становится раним, чувствительным. Говорят, не с той ноги встал. Не с той ноги встал, значит, у тебя настроение плохое. Это значит, что у тебя испаряется энергия воды, и ты становишься раздражительным, злым. Если поздно ложишься спать, прана сразу, энергия воздуха падает. И у тебя не хватает волевых функций. Ты даже, чтобы лечь спать, у тебя сил не хватает. Начинаешь обжираться на ночь, а это сразу энергия солнца начинает двигаться неправильно. Дальше человек на ночь неправильно питается. Ну, то есть, режим дня очень важная часть жизни. И человек, который не пополняется энергиями природы, он не может соблюдать режим дня, потому что у него не хватает на это волевых сил. Он не может вовремя заснуть, не хватает сил. Не может вовремя встать с постели, не хватает волевых сил. Это даёт энергии воздуха, свежего воздуха. Поэтому режим дня, потом дальше, знание о гуманности этого мира, что этот мир соткан из одного добра, из доброты и одной из суток. Никому не позволено совершать насилие. Никому. Крайние случаи. Раньше не было холодильников у людей, они жили в Сибири. Сибирь, Урал — это крайний случай. В основном Бог для жизни дал места, где нет снега. Но так как люди распространили себя на те места, которые являются крайними случаем, Бог позволил есть рыбу и мясо. Потому что есть зимой больше нечего. Что вот людям есть, если у них нет холодильников, нет чартерных рейсов? Что им есть в Урале? На Урале зимой. А если урожая не было? Тогда всё, тогда... Тогда остаётся рыба, остаётся зайчики. Мои хорошие, и поэтому всё это было позволено. Сейчас уже не позволено. Потому что всё есть. Магазины ломятся от фруктов, овощей. Разницы нет, что на экваторе жить сейчас, что в Екатеринбурге. С этой точки зрения всё есть. Поэтому, если человек кушает мясо и рыбу, то он что делает? Он делает следующее. То есть, он способствует убийству животного. Когда животное погибает, его психическое тело висит над грубым телом, и тот, кто его ест, животное от этого очень сильно недовольно, проклинает этого человека. И эти проклятия ловят все, кто едят мясо и рыбу. Это недозволенная пища. Она соткана из насилия. И поэтому эта пища является канцерогеном. То есть, когда человек ест мясо и рыбу, он копит токсины или негативный тонус у себя в организме. У него портятся мысли, портятся настроения, портятся эмоции. У него много негатива внутри скапливается, потому что он ловит проклятие себе на шею. То есть, врачи говорят, что там белки, жиры, углеводы, витамины. Это материальная концепция пищи. Но если материальная концепция, то есть, если нет других энергий, тогда ешьте просто, ну, как раздельное питание, да, говорят. Ну, ешьте один жир. Ешьте одни углеводы, там, брикет углеводов, брикет жира. Брикет белка. Кто так питается? Все питаются блюдами разными, вкусными. Это значит, кроме просто белков, жиров, углеводов, есть вкусы. А вкусы – это психическая энергия. Это не физическая энергия. Вот, например, если алкоголик вам что-то приготовит, и святой, одно и то же блюдо. Допустим, кашу вам сварит. Когда вы будете кашу алкоголика есть, вот ничего, все, рецепт одинаковый. Кашу алкоголика будет есть, вас вырвет. Вам тошнить начнет. А кашу святого съедите, у вас подцепление в голове наступит. Это называется энергией. И именно на этом примере вы должны понять, что постепенно надо отказываться от мясной и рыбной пищи, потому что эта пища, она несет страдания человеку в жизни и тянет его вниз. Вот сегодня я общался с одной женщиной, думаю, что она пришла сюда на лекцию. И у нее погиб муж на войне. И вот эти такие вещи, это тоже не зря происходит. Бог все это регулирует. Потому что когда человек уходит из жизни как мученик, то он идет в рай. А если бы он не погиб как мученик, так как он ел мясо, рыбу выпивал, то он бы пошел вниз. И Бог, чтобы он не пошел вниз, Он ему подарил более светлую жизнь. Через вот такое событие, которое произошло. Нам это непонятно. Мы думаем, нифига себе, как это жестоко. Почему жестоко? Это высшая земли, планета. Там очень красиво, я ее увидел. И он там будет 110 лет жить в среднем. Вот мы в среднем живем 70, а он будет 110 там жить. И будет его не болеть, там будет классно. Разве это жестоко? Человек получает прекрасные возможности для жизни. Сколько мы здесь проживем, неизвестно. И куда пойдем, тоже неизвестно. У него было бы хуже ситуация. А так он получил милость от Господа. Потому что он выполнял его волю. Он погиб как мученик и пойдет в рай. Понятно? Мы не постижимы пути Господа. Мы не знаем, как это все происходит. Он лучше знает нашу жизнь. И поэтому я вам говорю, отказывайтесь от этой пищи опасной для вашей судьбы. Потому что с ней в рай попасть нельзя. Все, кто совершает насилие, будут наказаны. Да, можно совершать насилие, если нет нечем больше питаться. Но сейчас на земле мало у кого есть такая ситуация в жизни. Очень мало людей, у которых такая ситуация, что нечем питаться. Пищи завались. Молочный белок, он не греховный. Это абсолютно чистый белок. Он приносит счастье человеку. И можете полностью... Животные белки вам нужны. Пожалуйста, молочный продукт. Отличные животные белки. Прекрасные. Врачи зря ехают. Сметана, сливочное масло, сырые. Это очень полезная пища в целом. Для здоровья очень полезная пища. Гораздо полезнее, чем мясо. Которое само по себе соткано из... Вот эти все клетки, каждая мясная клетка, это продукт, который должен быть уничтожен. Это все наполняется каждую секунду токсинами. Мы там в морозилку кладем, пытаемся остановить этот процесс, но он все равно происходит. Это неизбежно. Поэтому все это приносит вред для здоровья нашего. В конечном счете. Пища токсичная. Я не ем мясо, оливу, яйца уже больше 30 лет. Чувствую себя очень хорошо. Когда я ел, у меня была бред астма, у меня был гастрит, мне очень плохо было, тяжело жить. Я интуитивно понял по здоровью людей. Когда начал лекции 30 лет читать назад, мне Бог дал вот это видение, что люди кушают, что с ними становится. Я посмотрел, посмотрел на людей, на всех, проанализировал. Думал, нафиг мне это надо. И бросил есть мясо, рыбу. С этого момента у меня все лучше и лучше, как-то здоровье так хорошо вообще становится. Следующее, что нужно сделать, это уходить от вредных привычек. Это опасные вещи, потому что, допустим, курение — это связь со злыми духами, выпивка — это связь со злыми духами, наркотика — это связь со злыми духами. Кто такие злые духи? Это такие существа, которые навязывают нам мышление так, что мы даже не знаем, что это не мои мысли. Мы уверены, что мои. Начинаем что-то делать. Когда человек курит, у него подавляются волевые функции, и он уже уверен, что ему вот так надо жить, как он сейчас живет. У него нет сильного желания прогрессировать, развиваться. Он как бы становится приторможенным, как ежик в тумане живет. И он не может развиваться. Курение — это не порог. Это просто вынужденная ситуация для человека. Потому что, когда на пятом слое находится блок динамического напряжения, то человек, если не будет курить, он просто выпрыгнет с девятого этажа. У него очень сильное напряжение в психике начинается. Он просто не знает, что с ним делать. А если человек начинает длительную ходьбу, 4 часа раз в 6 дней, то он избавляется от этой проблемы и перестает курить через 6-7 месяцев. Поэтому, допустим, надо ли курить тому, кто ведет здоровый образ жизни? Надо. Потому что иначе он не сможет психику свою содержать в нормальном состоянии. Он курит и ходит. Потом отваливается сигарета, ходьба остается. Потому что ему она станет не нужна. То же самое человек, если выпивает, это вынужденная ситуация. Это нехватка энергии воды. Он просто пытается ее не замечать в своем организме. Если человек сидит в воде, статические упражнения делает, то проходит полгода, 7 месяцев, у него восстанавливается энергетика воды в организме, пить уже не хочется, и он бросает. Все очень просто. А в это время он чуть выпивает, потому что безвыходная ситуация. Он должен как-то себе в мозгах сделать так, чтобы он это не чувствовал, вот это состояние. То есть человек, когда начинает вести здоровый образ жизни, он легко избавляется от всех вредных привычек. Что касается мяса, то надо... Тоже это уже привычка, вредная привычка. Привычка так мыслить, в настроении таком депрессивном находиться. От нее надо избавляться так. Нужно крупных животных перестать есть сразу. Это коровы, свиньи. Они более интеллектуальные. Их надо перестать и переходить на креветок, рыбу. Потому что их сознание намного ниже. Они почти не замечают, что они погибают. Все равно замечают, но не так сильно. И по судьбе уже меньше будет опасности. Уже не так сильно опасно. А яйца? А яйца, ну это не такая опасная пища в целом. Единственное, она из них центров идет. Как Петросян спросил Задорнова. Говорит, а что ты яйца-то не ешь? Это же не продукт насилия. Он говорит, ну, тебе аборт женщины дать. Ты будешь есть? Задорнова говорит Петросян. Говорит, нет. Говорит, а аборт курицы будешь? Ну, вот так он ответил. Как хотите, так понимаете. Есть продукты, которые идут с высшей центра. Например, молоко из груди в корове. Грудь это высший центр. А половые органы это нижний центр. Ну и, соответственно, пища не такая чистая энергетически. Вот и все. Но это единственное, что ее, как бы, отличает, допустим, от молока. Поэтому с точки зрения яиц, я их не ем, есть никогда не буду. Потому что я только хочу хорошее есть, чем мне есть это плохое. Но если, допустим, у вас выбор есть мясо коровы или яйца, то тогда яйца, конечно. Однозначно. Теперь еще одну вещь хочу сказать. Вот хоть вы какие у вас взгляды. Если вы будете после шести вечера, кроме овощей, фруктов, зелени, орехов и не зерновых круп, таких как гречка, кенуа, пшено, амарантовая крупа, есть что-то другое еще, а именно мясо, рыбу, яйца, зерновые, бобовые, молочные продукты и сладкие, то вы себе получите токсины в организме. Потому что после шести питание должно быть очень внимательным. Даже если человек хочет хорошо покушать, нет проблем. Овощи, тушеные овощи, фрукты, сухофрукты. Вот. Творог тоже нельзя? Творог же это не молочный продукт. Молочный нельзя, зерновой нельзя, хлеб нельзя, соответственно. Сою нельзя, зерновой нельзя, рис нельзя, курузу нельзя. Можно зелень, овощи, кроме картошки и помидор, все остальное. Все виды капусты, свекла, морковь. Все виды орехов. Вот, все, пожалуйста, как бы, все это ешьте вечером, но все, что нельзя, то нельзя. Потому что это вызывает токсины в организме и портится, продолжительность жизни сокращается в результате. Потому что вечером это все не переваривается, это в токсины все превращается. Детям можно до 13 лет, пока беременным женщинам можно, детям, кормящим матерям, можно кушать, когда они хотят. Всем остальным людям нельзя. А как это можно объяснить? Мужам объяснять ничего не надо, потому что у нас есть три этапа развития. Первый, себя меняем, потом отношения меняем, потом мужа меняем. У вас связь с мужем напряженная, раздражительная, вы его сейчас менять не сможете. Вам надо поменять сначала себя, намплацать энергии, чтобы менять мужа, потом понять, как правильно настраиваться на человека, стать достойным его менять в своем сознании, а потом уже менять. И все тогда получится. Хорошо? А мед можно? Вечером мед можно. Это как исключение. Сухофрукты, мед, финики, например, можно вечером. Они тоже сладкие. Все сладкое, а изюм можно. Это потому что у каждого сухофрукта есть сопровождение энергетическое для того, чтобы его переваривать. Вот, допустим, изюм, он глюкоза. Врачи говорят, нельзя, глюкоза нельзя. Можно, потому что в изюме есть механизм правильного усвоения этой глюкозы. Вот, допустим, взять свеклу сырую. В ней очень много сахара. Но в ней также есть механизм усвоения этого сахара. Поэтому сырая свекла, если ее, допустим, съесть, то она количество сахара в крови не повышает. Она весь сахар этот усваивается. Но как мы отделяем сахар от свеклы, разрушаем механизм, поэтому свекольный сахар уже вреден для здоровья по вечерам. Именно по вечерам, не по утрам. Что касается сахара, соли, то это бредовые идеи, что их нельзя есть. Есть три основные вида сахара. Это свекольный сахар, пальмовый сахар и тростниковый сахар. Каждому человеку один из этих трех обязательно подходит. И даже по вкусу можно это понять. Если сахар походит, утром можете есть, днем можете есть, вечером после шты нельзя. Никакой сахар. Свеклу можете есть, тушеную, вареную, там, какую хотите. А сахар нельзя. Изюм можно? Допустим, там, если глюкозу из изюма извлечь, то будет нельзя уже. А масло, они, королосой? Из масел вечером я вам рекомендую только льняное масло. Масло конопляное, льняное, авокадоое. Почему? Потому что эти масла, они успокаивают и расслабляют человека. Все остальные масла возбуждают, поэтому не надо. Хорошо? Если вы растительные масла не переносите, тогда только топленое сливочное масло можно вечером есть. А цикорий? Цикорий, ну, можно пить как чай, допустим, но не вечером. Потому что это атонизирующий напиток, не расслабляющий. Так же, как и ванн чай, он тоже. Единственное из чаев, это липовый цвет, если заваривать, он расслабляет на ночь, может снять напряжение. Если вы, допустим, устаете, сильный и плохой сон, то я вам рекомендую всем такой напиток. Вы берете липовый цвет, покупаете, пока не поздно в Екатеринбурге. Липовый мед покупаете. Что когда я сказал во время пандемии, что надо покупать имбирь, то во всем мире имбирь подорожал. Это меня за это критикует, что имбирь подорожал. Я просто честно сказал, я просто не имел в виду ничего. Люди всего мира, покупайте имбирь. Я сказал на лекции, имбирь как бы убивает вирусную инфекцию, куркума. Причем сказал, что куркума лучше. Ну куркума же никто не понимает, что такое куркума. Все имбирь услышали. И в 10 раз в России повысился имбирь, в Украине 5 раз, в других странах. Еще во сколько-то раз. И вот это произошло за 2 недели. И причем толком никто не знал уже, кто сказал, надо покупать имбирь. Кто сказал уже, не важно. Потом на российском телевидении, на первом канале, 3 раза надо было передачу со мной сделать, что я, ну не со мной, а просто с съемками меня, они там что-то как-то меня там фотографии мои выставляли. 3 раза им понадобилось, что я шарлатан, что я не врубаюсь, ничего, что-то. И только тогда имбирь уже началась. А потихоньку останавливаться. Но если вы заболеете вирусной инфекцией, то надо 3 раза в день пить чай с куркумой, 2,25 чай на ложке, на стакан воды. И в мед туда добавлять. Это очень сильно помогает, очень сильно. Потом еще такой совет простой. Берете горчичники, вот эти горчичники с горчицей желтой, они лечат стафилококки и стриптококки. Как? Рефлекторно. То есть вы пришлепнули горчичники, а стафилококки и стриптококки, они так же энергию имеют, как и мы. И вот, допустим, взять человеческий организм, мы не переносим амброзию. Поэтому амброзия является врагом человечества. Каждый год, когда она цветет, миллионы людей страдают от этого растения. Понимаете? Человечество пытается избавиться любой ценой от этой амброзии, хоть как-то. Точно так же стафилококкам и стриптококкам не нравится желтая горчица. Они вообще не переносят, просто на дух. И когда на спину клеят горчичники из желтой горчицы, то сразу же стафилококки и стриптококки начинают грустеть внутри человека. Плохо становится. Тошнит как бы, плохо. Точно так же и вирусы не переносят куркуму. И вы на горчичники мочите же обычно, чтобы приложить, да, мочите горчичники. И прежде чем прикладывать, просто туда насыпьте куркуму еще и пришлепните. Они так же будут жечь, куркума не ждет, она действует по-другому. Ну, в горчичнике как бы вы подержали, но при этом и вирусы будут погибать в легких, и бактерии. А это два как бы возбудителя, которые пневмонию создают. Вы видите, как классно. Можно вывернуться. Ну и покупайте у нас в Амбрите, на сайте, покупайте спрей. Он состоит из восьми масел. Я пользуюсь уже три года. Вообще не болею вирусными инфекциями. Даже когда на меня начихали, вот я в самолете сижу, прям рядом человек... Вот так сидит и чихает, и чихает постоянно рядом, а я брызгиваюсь. И ничего я не заболею. Да ну закажете по интернету на сайте у нас. Зайдете. Спрей называется Art Immunity. На сайте в Амбрите закажете. И это он недорого стоит, там, по-моему, 600 рублей баночка, ее хватает на месяц брызгаться. Ну, в общем, нормальная ценовая политика. Там восемь масел. Если вы, как бы, принципиальный человек, ничего покупать ни у кого не хотите, думаете, что вас разводят, тогда просто купите рыжиковое масло, на основе которого это все сделано, и на 10 частей рыжикового масла добавьте, найдите масло куркумы, не эфирное только, пожалуйста, а свежего отжима, масло куркумы, обычное, как вот люди едят, добавляют в пищу. Масло куркумы, одну часть на 10 частей рыжикового масла, масло черного тмина, полчасти на 10 частей, ну, остальные восемь масел, которые еще шеи, получается, пять масел, которые там есть, вы, скорее всего, не найдете. Они очень редкие. Ну, это там масло Нима, масло эвкалипта, не эфирное, вот масло хвои, там тоже не эфирное, вот масло гвоздики, масло лаврового листа, редкие масла такие. Они все в этом спрее, в миллиграммах, прямо вот точная формула такая, которую я вам не могу открыть, потому что кто-нибудь воспользуется, начнет зарабатывать деньги. Это будет уже нечестно, потому что это наша корова, и мы ее дуем. Но я при этом вам рассказываю нормальные пропорции, которые вы можете использовать. Все остальные масла, которые я перечислил, если найдете 0,5%, 0,5 части на 10 частей рыжикового масла. И можно взять любой спрей, детский именно, детский спрей, вылить оттуда все содержимое, хорошо промыть, налить масло, и чик-чик брызгать в рот, в нос, и 7 часов держится масло. Лучше заказывайте у нас, там все сбалансировано. Если принципиально не хотите, тогда покупайте рыжиков, масло сами, и все делайте сами. Вот. Олег, иначе, а сколько можно пить эту куркуму? Я просто пью эту куркуму утром. Сколько хотите. То есть, хоть сколько можно? Хоть сколько. Не болеете же вирусом? Ну все, все, можно. А нет ребенка герпес? Герпес не лечит куркума. Ну, все равно, вот это масло, которое я рекомендую, спрей, он будет лечить герпес. Даже мазать местно тоже будет помогать. Что там много масел, они все равно более широкий спектр берут, и противовирусный. И не только респираторные вирусы, а также вот эти тоже попадают. под этот спектр. А хронический конзилет у ребенка почти каждый месяц? Все эти болезни, причину имеют в тонком теле. Второй психический слой поражен, когда то люди болеют вирусными инфекциями. Как лечить второй слой, в том числе у детей, вчерашняя лекция, слушаем и исследуем. Больше никакие вопросы я отвечать не буду, вы меня не даете лекцию читать. А вы про липовую? Да, вы не даете рассказать, что липовый цвет, липовый мед, мумиё и чернослив. Мумиё в таблеточках, в любой форме покупаете. Пол спичной головки мумиё добавляете в горячую воду, размешиваете. Потом добавляете столовую ложку липового цвета и на стакан воды и отстаиваете. можете в это время добавить ещё две черносливины, но их надо как-то размять, чтобы они лучше растворились. Потом добавляете липовый мед по вкусу и пьёте. Что вы получите? Вы получите расслабление организма, восстановление сна, успокоение, улучшение работы мозга, нормализация давления артериального. Достаточно вам? Ну, в целом, я считаю, это могут все делать вечером, это очень полезно при здоровье. Противопоказания, не знаю, индивидуальная переносимость компонентов. Поехали дальше. Ладно. Мы с вами изучаем, как правильно жить. То есть, вот эти простые по режиму дня рекомендации по питанию, когда вы будете следовать им. Ещё одна формула. Надо понять, что обеденное питание должно быть самым максимальным. Больше всего в обед, завтрак, немного пищи, вечером немного, в обед много, потому что в обед солнце сильнее светит, а именно солнце переваривает качественно пищу, способствует твоему усвоению, солнечная энергия. Солнечная энергия села, а вы нажрались, значит, ничего не переварится. А если в обед сон тянет, то нормально? Нормально, устал, отдыхай. Ничего страшного, устал. Нормально, поел, святое дело. Постоять на левом боку. Статическое упражнение. Немножко, 20 минут. И потом очень хорошая работоспособность, все нормально. Это для аристократических людей, которые могут себе позволить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok